Всем привет, ребята! В этом видео я расскажу о применении ленты, которую я сделал с помощью такого бутылкореза. В прошлом видео вы можете посмотреть, как я его делал. То есть я вот так вот тяну и лента эта оттуда вылазит. Получилась вот такая у меня лента, много ленты, десятки метров. И я решил обмотать инструменты свои вот такой вот лентой. Получается ножовка. Я обмотал эту ручку в два-три слоя лентой и потом взял фен, нагрел и получилась вот такая вот замечательная ручка. Зимой, когда работаешь этой ручкой, она холодная и вообще невозможно ничего пилить. Поэтому эта лента защищает эту ручку от холода. Она не такая будет холодная, эта ручка. Во-первых, у ручки появилась жесткость. Она такая стала ребристая. Ее удобно, не скользкая. Ее удобно и комфортно держать в руке. Вот. Потом вот этот вот гаечный ключ тоже обмотал вот такой вот лентой, нагрел феном. Лента эта обладает термоусадочными свойствами и она с легкостью обжимает эту ручку. И теперь можно этим ключом работать тоже зимой и руки не будут прилипать к железу. Нашел в гараже старые плоскогубцы. Вот и смазал их маслом. Они вообще не сгибались, не разгибались. Вот смазал. Теперь они хорошо работают. И обмотал ручки пэт-лентой. Смотрите, вот как получается. Вот нормальная ручка получилась. И так же удобно, комфортно держать в руке. Вот. И удобно ними работать. Что еще можно сделать? Вот нож. Ножи можно отреставрировать. Каждый знает, что вот эти вот ножи трескаются, ломаются ручки. И потом трудно изготовить эту ручку самостоятельно. Обмотая вот такой вот лента и нагрев ее термофеном, вот лента стягивается и получается стягивает саму ручку. Ручка получается такой ребристой, жесткой. Нож не выскальзывает из рук. Удобно, комфортно держать. И он еще вам прослужит не один год. То есть эта лента вот сжимается и стягивает полностью эту ручку. Поэтому все старые ножи можно таким вот образом отреставрировать и продолжить их срок службы. Вот такой вот обычный секатор садовый. Видите, что происходит с ручкой от этого секатора. Она просто поломалась, треснула. Секатору уже, наверное, не знаю сколько лет. Ну, наверное, 20. А может и больше. Но ручка уже не выдержала такого срока эксплуатации. Но сам секатор еще режет, еще работает старый секатор. Поэтому вот такой вот лентой вот заматываются такие проблемные ручки и тем самым продляется срок службы. Лента фактически бесплатная. Это не изолента и прослужит вам не один год. Также можно любые инструменты наматывать, если треснут. Это мой вечный кротошпатель, с помощью которого я ловлю кротов. Он у меня не трескается, не ломается. Фирменный качественный инструмент. Вот. Ну, также у него есть ручка и при необходимости вы можете замотать ручку, любую ручку любого изделия вот такой вот лентой. Вот старые вот такие вот заборы легко реставрировать этой лентой. Вот. Старый забор держится, короче. Но тут смысл-то в чем? Что гвозди вот в этот забор уже не вставишь. Они полностью прогнили, короче. Вот. Поэтому многие мастера... Это, кстати, мои пчелы жужжат. Что-то они тут разлетались. Пчелки. Так. Ребята, значит, многие мастера не хотят делать новый забор и хотят отреставрировать старый. Поэтому вот такая вот пэт-лента, вот она полностью для этих целей предназначена. Сейчас я покажу вам, как это делается. Ленту и наматываете, значит, этот забор. Раз. И затягиваете. Раз. Узлом. Два. И второй узлом. Второй узел можно сделать. Вот так вот. Несколько раз обмотать. О, и все. Комцы можно обрезать. Солнце выглядит не скоро, поэтому я вот вам покажу, как вот ужимается эта трубка. Подносите вот элементарно спичку. И видите, она по чуть-чуть начинает стягивать. Даже если у вас под рукой нету фена, вы всегда эти узелки можете любой спичкой, так сказать. Видите? О, она уже стала тверденькой и нормально стягивает забор. Либо зажигалочкой газовой. Вот. Значит, как отреставрировать вот такой вот старый забор. Тут все прогнило, короче, забор надо выбрасывать. Но пока нет времени этим заниматься, поэтому гвозди туда уже точно не забьешь. Но с помощью вот такой вот ленты вы всегда можете подвязать этот забор туда. И он у вас еще прослужит, протарахтит пару лет. Вот. То есть с помощью... Вот так вот получилось. То есть с помощью этой ленты получается можно отреставрировать все заборы. Досточка уже там... Я еще не нагревал. И она уже там нормально сидит. Вот. Короче, под действием природного фена, то есть солнца, эта пленка нагреется и даст термоусадку. И стянет вот таким вот образом эту досточку. Ну, а если солнце слабое, то можно термофеном нагреть. И она, короче, будет хорошо здесь держаться. Сейчас тень, поэтому берем обычные спички и зажигаем. Вот. Зажигаем спичку и подносим к ленте. Вот. Видите, она сразу начала стягиваться. Стягивается, стягивается и все стянулось. Тут тоже стягиваем ее. Обычная спичка, если у вас нет фена под рукой, можно сделать стягивание этой пэт-ленты. И все. Забор. Забор тут уже нормально держится. Вот. Таким вот образом. Вот так вот берется это дело и стягивается эта лента. Держите спичку возле ленты. И она вся стягивается. И узел тоже стягивается, как клей. Вот. Вот. Либо пробрасываете удлинитель и феном она дает термоусадку. Ну, вот она тут нормально уже сидит. Собаки уже не будут лазить и коты через эту щель. Так можно отреставрировать, короче, весь забор. Бутылка резка мистер Алекса нормально режет все бутылки. Даже с широким горлышком. За 10 минут работы я нарезал кучу ленты. Вот таким вот образом вы получаете ленту. На моем канале вы можете посмотреть разные ролики. Я занимаюсь посадкой клубники в трубы. У меня на видео есть сам процесс изготовления грядки для клубники в трубе. Также вы можете посмотреть видео обзоры лобзиков, электрорубанков, различных электроинструментов. Но я не только ловлю кротов. Противопехотная мина. О, ребята. Жазовая атака на крота. Крот жрет мою селедку. Остался один хвост. Но еще и собираюсь заняться капельным поливом в следующих моих видео. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте комментарии. Буду вам признатель. Всем спасибо за внимание. До нового видео. Всем привет.